здравствуйте друзья продолжаем изучать программу 3d max меня зовут механ наводчик в этом уроке мы разберем некоторые горячие клавиши которые часто используются и которые ускорят вашу работу в программе 3d max также некоторые настройки которые можно использовать чтобы улучшить программу индивидуально под ваши какие-то потребности например меню если вы нажмете она у нас видите при выборе каких-то команд подсвечивается определенным цветом синеватым пример вот этот цвет можно поменять им практически все цвета выборочно каких-то кнопок и команд которые вы захотите и чтоб это сделать создайте новый пустой документ как у меня и давайте нарисуем виде перспектива теопор то есть чайник как вы рисовали в прошлом уроке и сейчас давайте поговорим о вот этих вот инструментах которые мы раньше использовали как можно использовать мышку по-другому не нажимая не щелка на этих инструментах а вот другие методы и способы для начала вот у нас есть инструмент зум масштаб если вы жмете мышкой он активизируется и вы масштабируете соответственно наш объект нашу сцену это же можно сделать по-другому а давайте только выберем другой инструмент то есть не лупу активизируем например инструмент select объект чтобы сбросить инструмент лупа вся вот нажимаю он видите у меня активен и луп у меня сейчас не активно теперь попробуйте виде перспектива крутить просто колесиком мышки то видите активизируется инструмент зум и происходит приближение либо удаление нашей сцены в операционной системе windows мышка имеет как правило три кнопки основных средняя у нас кнопка колесика возможно и без колесика но если она с колесиком то в данном случае колесико вам поможет в работе и происходит зумирование нашей сцены также если на вашей мышке есть колесико если вы его зажмете и будете удерживать не отпуская то активизируется видите инструмент рука вот этот вот инструмент palm view который может у нас смещать объект левее правее либо вверх вниз сейчас давайте нажмем на колесико мыши и зажмем клавишу shift на клавиатуре тогда происходит смещение объекта строго по горизонтали либо по вертикали в час я не могу либо вверх либо вниз переместить только слева направо отпущу все теперь попробуйте переместить объект четко по вертикали с помощью этого метода то есть жмем колесико мыши двигаем приблизительно вверх чуть-чуть а потом нажимаем клавишу shift когда происходит фиксация объекта по вертикали и мы уже не сможем сместить его по горизонтали попробуйте такой способ также мы раньше использовали вот этот инструмент для поворота сцены сейчас давайте не будем нажимать на этот инструмент а сделаем это по-другому нажмите клавишу alt на клавиатуре я вот нажимаю и нажимаю удерживаю колесико мыши то как мы видим сцена у нас начинает вращаться то есть активизируется инструмент орбит и происходит вращение сцены причем в этом варианте если вы будете вращать то вращение происходит более плавно и линия горизонта у нас уже не смещается слишком радикально как при инструменте орбит я сейчас активизирую инструмент орбит и вы помните если мы вот так жмем то происходит вот следующая картина то есть можно как-то вот так вот повернуть объект давайте я восстановлю возьму обратно инструмент выделения чтобы сбросить инструмент орбит и нажму обратно клавишу alt и зажму колесико мыши то видите происходит соответствующий поворот и линия горизонта у нас уже не переворачивается радикально верх ногами также полезная комбинация control и alt если вы сейчас нажмете на клавиатуре будете удерживать control и alt и зажмете колесико мыши и начнете двигать мышку то происходит обратно же активизация инструмента зум но более плавно происходит зумирование нашей сцены ранее мы использовали для вот этого инструмента тоже горячие клавиши вы это уже знаете давайте просто это повторим нажмем на клавиатуре комбинацию клавиш alt w происходит раскрытие текущего выбранного окна на весь экран либо сворачивание попробуйте это еще раз теперь давайте разберем горячие клавиши для вот этих трех инструментов и для вот этого инструмента для указанных инструментов существует 4 горячих клавиши по порядку на клавиатуре начиная с клавиши q кончая клавиши are сейчас если нажать клавишу q у нас активизируется этот инструмент но он и так был активен дальше нажимаем клавишу w видите переключается на инструмент селик и лбов дальше я жму на клавишу е на клавиатуре активизируется инструмент роты и то есть поворот дальше жму клавишу are активизируется инструмент масштаб и заново жмем клавишу q активизируется инструмент выделения селик объект попробуйте несколько раз эти горячие клавиши чтобы лучше запомнить также в предыдущих уроках мы разбирали уже горячие клавиши для вот этих вот инструментов это отменить и повторить они у нас находятся в меню edit это унда и реда control z и control y z также мы разбирали горячие клавиши для отмена видовых каких-то изменений это shift z и shift y можете их попробовать еще раз чтобы лучше запомнить есть меню настройки всех горячих клавиш которые вы можете посмотреть либо изменить давайте мы зайдем в это окошко у нас это находится в меню customize то есть настройки и вот верхняя закладка у нас для этого существует кастом юзер интерфейс и первая закладочка у нас кей борц это настройки горячих клавиш здесь вы можете назначить либо посмотреть какие клавиши уже заняты ну например вот здесь давайте в категории выберем закладку файл и здесь в меню представлены команды видите клавиши здесь не на все команды назначены например клавиша для сохранения документов файл сейф нажимая соответствующую комбинацию мы можем сохранять документ пользуя горячие клавиши в этом курсе мы не будем менять горячие клавиши программы но если вы хотите лично для себя что-то здесь поменять то вы всегда это можете сделать также здесь ряд других видите у нас есть настроек которые можно менять давайте поменяем из раздела colors здесь можно менять некоторые цвета в нашей программе выборочно вот верхнем окошке давайте изменим например команду вот это вот select highlights как вы видите у нас она показана бирюзовым цветом и наш чайник как вы видите имеет этот же цвет по контуру если сбросить выделением этот цвет пропадает при повторном выделении видите у нас этот цвет появляется то есть этот цвет означает что объект выбран выделен давайте изменим этот цвет для тренировки просто на другой я щелкаю на пробнике цвета и сделаю его красным жму здесь окей дальше можно сохранить внесенные настройки в отдельный файл с пользовательским названием для этого нажимаем на кнопочку save внизу экрана и здесь вот давайте я напишу единичка здесь остается . тоже расширение здесь мы не меняем и жмем сохранить я сохранил теперь просто закрываю на крестике закрыть это окно сбрасываем выделение потом при повторном выделении я уже вижу что видите красный контур появился по краю объекта то есть можете настраивать под себя различные цвета программе давайте зайдем обратно в это окошко и восстановим так как это было раньше для этого внизу этого окна есть кнопочка резет то есть перезагрузить рассмотрим вот наша команда с красным цветом жмем резет она спрашивает вы хотите продолжить да хотим продолжить происходит перезагрузка интерфейса программы закрываем на крестик и видим что теперь же чайник посвечивается старым вариантом контура как и было вначале при загрузке программы можете попробовать для тренировки поменять какие-то еще цвета лично меня устраивает тот набор цветов и те клавиши которые существуют стандартным 3d max и в курсе мы будем этого придерживаться на этом мы будем этот урок заканчивать по мере изучения нашего курса мы столкнемся еще с другими разными клавишами которые мы процессе изучим и которые будем использовать если будут вопросы по данному материалу задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке и и и Продолжение следует...